Ну что ж, давайте поговорим о возможностях, возможностях в сфере HR. Вообще, надо изначально затронуть тему, что такое HR. Старое представление о том, что HR – это специалист в отделе кадров, который выполняет задачи, связанные с регистрацией, учетом и аудитом кадров. Это уже давно не актуальная тема, хотя, надо сказать, что в Азербайджане сейчас около 5000 специалистов, которые работают в различных компаниях под различным названием, но они как-то имеют отношение к тем функциям, которые должен в идеале выполнять HR. Но потребность на самом деле в HR возникает в тех случаях, когда компания идет на развитие. И когда связь компании, ее деятельность связана с лучшими специалистами, то есть когда необходимо привлекать талантливых людей, тогда без HR не обойтись. То есть управление человеческими ресурсами становится наиболее важным капиталовложением. Если говорить об эффективности HR-департамента и вообще о возможностях в этой сфере, можно сказать банальную, но самую понятную для всех истину. Специалист по управлению человеческими ресурсами – это своего рода заместитель директора по вопросам управления персоналом компании. Что и исходит из самого названия этого специалиста, этой должности. Какие задачи в себя включает HR-департамент для эффективного выполнения данной поставленной задачи? То есть прежде всего надо понять, что основной акцент должен делаться на управлении. Ну, банальная, эффективная и очень популярная тема. Правильная мотивация. Мотивация материальная, нематериальная. И в этом случае мы часто обращаем внимание на то, что специалисты перой на эту тему очень много говорят, но не предлагают определенных предложений, то есть не готовят конкретных предложений для своей компании, для своего руководителя. Это очень недостающий механизм, который можно всегда совершенствовать. И с совершенствованием вот в этом вопросе просто нет границ. Самыми эффективными, конечно, является сделать так, чтобы персонал работал более эффективно с той же самой зарплатой. Если вы обратите внимание, как это делают в других компаниях, в том числе и в самых крупных компаниях, то не прибегают с предложением о том, чтобы поднять зарплату сотрудникам. Это второстепенный вопрос. Сначала готовят предложение по поводу карьерного плана. Карьерные возможности в компании – это самый основной инструмент привлечения талантливых людей. Когда спрашиваете у человека, что для тебя самое главное в этой компании, почему ты выбрал эту компанию, а не другую, самым главным и правильным ответом является перспектива личная в этой компании. Это говорит о том, что в компании есть возможности карьерного роста. Если есть возможности карьерного роста, они видят свою перспективу. Этот механизм больше психологический механизм, нежели финансовый какой-то. Этот механизм – это картинка, которую мы создаем у них в воображении. Это механизм создания перспективной цели для человека, которая становится для него ясна. И он сам тогда понимает, какие он должен навыки в себе развивать конкретно, чтобы пойти на следующий уровень карьерного роста и на следующий уровень. Но чтобы это работало, должен быть один важный специалист. Это должен быть HR-специалист, который сядет, изучит все существующие механизмы карьерного роста на сегодняшний день в самых передовых компаниях, как на Востоке, так и на Западе. Это на Востоке Sony, Mitsubishi, на Западе Goldman Sachs, Mercedes-Benz Bank, Coca-Cola и другие известные вам компании. Это не новизна. Сегодня в разработчении мы видим именно те компании, которые понимают этот вопрос, даже при простом анализе, они достигают именно того самого искомого результата. Вы можете зайти на сайт BP и увидите, что даже на своем сайте в рубриках, в главных рубриках, у них есть возможность карьеры. Так и называется карьера. Далее, если вы зайдете, вы зайдете на страницу, где говорится о разных возможностях в различных сферах. И это говорит о том, что компания делает основной акцент на карьерной возможности. Поэтому многие годы, даже у нас в Баку, при социологических опросах, компания становится номер один из числа тех компаний, где бы люди хотели видеть себя в будущем, где бы они хотели работать. Таким образом, мы говорим смело, что в вопросе привлечения самых талантливых людей, то есть в управлении талантами, они являются лидерами. И это неудивительно. Для того, чтобы это было так, достаточно грамотные HR-специалисты длительное время тратили свое время, свою интеллектуальную энергию и этого добились. Но не имея конкретных механизмов, время, потраченное на привлечение кадров, то есть стандартный рекрутинг, стандартная система привлечения персонала, она не дает того эффекта.